Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Мы сегодня с вами поговорим о бюджетном уходе Thinko, это бюджетный корейский уход. И на самом деле на своем канале я уже об этом уходе рассказывала. И последний раз, когда я рассказывала об этом уходе сывороткой с неоциномидом, вам очень понравилось. Сегодня я хочу рассказать вам о четырех новинках этого бюджетного корейского бренда. Но перед тем, как мы это видео начнем, я хочу поблагодарить вас за поддержку моего канала. Если есть возможность, пожалуйста, ссылка на Donation есть внизу. Если нет возможности помочь каналу материально, пожалуйста, посмотрите это видео через VPN. И, конечно, я продолжаю подбирать уход, поэтому если вы хотите не только поддержать меня и мой канал, но и получить пользу для себя дополнительную, я буду ждать вас для записи на консультацию на своем сайте. Ну а мы начинаем. Итак, компания Thinko выпустила несколько новинок, и я считаю эти новинки очень примечательные. Как минимум две из них заслуживают вашего внимания. У нас сегодня с вами будет тоник, новая сыворотка и два крема. Давайте начнем обсуждение с тоника. Тоник поставляется в бумажной упаковке, в такой вот очень симпатичный. Сам он в бутылочке с небольшим дозатором, абсолютно-абсолютно жидкий по своей текстуре. Имеет легкий цветочно-травянистый аромат. Главный ингредиент этого тоника – это экстракт хаутунии. Это экстракт, который действительно эффективно успокаивает кожу, уменьшает жирность, помогает сузить поры, помогает снять воспаление. Вообще, я бы сказала, что этот тоник действительно является таким вот противовоспалительным продуктом, потому что сюда входит также бетаин, алантаин, центелла азиатская. Вы знаете, что и на коже сакне центелла азиатская имеет прекрасное действие. И облепиха. Многие, кстати, используют облепиховое масло для заживления ран. Такое есть. Может быть, даже кому-то доктор из вас рекомендовал. Потому что действительно облепиха повышает регенеративные свойства. Ну и для увлажнения триголоза. Но напомню, тоник абсолютно водянистый. Никакого спирта здесь в составе нет. Я считаю, что этот тоник на лето может пригодиться очень-очень многим. Как бюджетный вариант, это действительно хороший экземпляр. Вот эта вот новинка с хаутунией, мне кажется, достойнейшим таким вариантом тоника действительно по составу. И даже отдушка здесь не очень раздражающая. Хотя я небольшой сторонник отдушки в косметике. Прекрасный состав, функцию тоника выполняют на все 100%. Немного успокаивает кожу, немного подстягивает поры. Очень приятная новинка. Действительно, я думаю, многим понравится. Вторая новинка бренда, на которую бы я хотела обратить ваше внимание. Это сыворотка с китайским лимонником, которая тоже эффективно успокаивает кожу. И в терапии, например, ухода за кожей проблемной, склонной к жирности, кожа чувствительной, может оказать свой эффект. На первых местах здесь неоцинамид. Мы прекрасно с вами знаем, что неоцинамид подходит к коже очень сухой, потому что он способствует синтезу церамидов. Подходит к коже и очень жирной, и проблемной, и кожевозрастной. Гиалуроновая кислота, бетаин, алантаин, тригалозы. Опять же, это все для смягчения, для успокоения кожи. Сам лимонник китайский, который, опять же, эффективно кожу успокаивает, кожу регенерирует, способствует более ровному тону лица. Сыворотка легко распределяется по коже. Здесь есть силикон в составе. Поэтому обращайте на это внимание, пожалуйста, те, кто не любит этот компонент. Консистенция у сыворотки очень-очень легкая, водянистая, и впитывается она практически мгновенно, оставляя кожу такой немножко бархатистой после себя. И, опять же, у сыворотки легкий-легкий такой сладковато-цветочный аромат. На очереди у нас с вами два крема. Я специально их поставила рядышком, потому что в базе своей они похожи. И тот, и другой крем являются новинками. Давайте сейчас с вами разберем, кому они больше подойдут. Начну с крема с неоцинамидом. Крем поставляется в коробочке. В комплекте лежит вот такая вот лопаточка. И в составе крема неоцинамид на первых местах. Масло подсолнечника. Мелисса. Облепиха, кстати, источник витамина С, помимо всего прочего. Это экстракт баклажана, который обладает таким осветляющим, выравнивающим тон кожи действия. И зеленый чай, который, помимо того, что благодаря содержанию катехинов является прекрасным антиоксидантом, тоже способствует выравниванию тону кожи. Ну, не зря этот крем называется brightening, то есть выравнивающий тон кожи. Но мне кажется, что все компоненты здесь являются вспомогательными. Основной компонент, который здесь есть и работает, конечно же, это неоцинамид. Что вам нужно знать об этом креме? У крема достаточно легкая текстура, но у него есть в составе минеральное масло. Поэтому, конечно, я бы сказала, что этот крем прекрасно подходит людям с сухой кожей, и у которых ярко выражены нарушенные барьерные функции у кожи. У которых кожа сухая и быстро теряет влагу. Я не рекомендовала бы этот крем людям с акне, например, для того, чтобы осветлить пост-акне. Мы с вами посмотрим что-то другое, например, ту же сыворотку с неоцинамидом, где минерального масла нет. У крема, еще раз повторюсь, легкая достаточно текстура, но чувствуется увлажнение. Здесь жирные спирты, здесь масла, поэтому действительно обращайте на него в первую очередь внимание те, у кого кожа сухая. Второй крем, который мы с вами рассмотрим, это крем с витамином С. Он похож в базе, и некоторые компоненты пересекаются. Тот же неоцинамид, подсолнечник, облепиха. Опять же, есть в составе минеральное масло, но здесь немножечко другая активная база. Витамин С в форме аскорбиновой кислоты, прополис, витамин Е, мелиса и корень купены. Интересный очень компонент, я о нем услышала достаточно давно, и корень купены, насколько я читала о нем, это потрясающий такой регенерирующий компонент. И, например, в китайской, корейской традиционной медицине корень купены и компрессы с ним использовались именно для этих целей. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на этот крем, как на крем антиоксидантный, тоже выравнивающий тон кожи, на самом деле, просто с другим механизмом действия, и крем регенерирующий. У этого крема очень похожая консистенция на предыдущий крем, и он, по сути, является таким же легким. Но присутствие масел на первых местах, и в том числе масла минерального, говорит нам, опять же, о том, что этот крем прекрасно подойдет коже, склонной к сухости. Можно рассмотреть этот крем в качестве ночного крема, особенно если вы не склонны к отекам, если вы не склонны к образованию высыпаний, то есть у вас нет акне ни первой, ни второй степени, ни тем более в более прогрессирующих степенях. Для базового ухода этот крем очень-очень неплох. У бренда Thinko, кстати, что мне очень нравится, что они, опять же, не дают нам ложных обещаний, не хватают звезд с неба. Вот обратите, пожалуйста, внимание, нет в составе ни 50 пептидов, ни платины, ни золота. Действительно, проверенное временем, и, кстати, проверенное традициями азиатской народной медицины растительное сырье, такое, как зеленый чай, облепиха, мелисса, центелла азиатская, китайский лимонник, баклажан, неоцинамид есть практически во всех средствах, то здесь основной акцент идет на растительное сырье, на растительные ингредиенты. Нет никакого агрессивного маркетинга и нет каких-то обещаний, которые бы бренд не имел возможности выполнить. И здесь мы видим с вами, что цена полностью соответствует качеству. Никаких завышенных ожиданий с вашей стороны и никаких ложных обещаний со стороны производителя. Именно по этой причине я считаю бренд Thinko достойным представителем бюджетного ухода. Расскажите, что вы пробовали от этого бренда, что вам понравилось больше, что вам понравилось меньше. Может быть, есть какие-то фавориты или антифавориты, которыми вы готовы поделиться. Опыт каждого из вас очень важен, потому что люди читают комментарии и смотрят, как отзываются о том или ином продукте. Другие люди, а не только я, поэтому уделяйте внимание комментариям также. Ну а я буду ждать ваших вопросов, если они есть. И спасибо вам еще раз за поддержку. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok